Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Референдум раздора. Со стрельбой и побоями Каталония голосует. Есть ли шанс у этой независимости? Аварийное образование. В Черновицкой области детей учат в полуразрушенной школе, хотя напротив новое. Почему не переводят? Трусковец потрясло. Специалисты говорят, это не землетрясение. Что за подземные толчки ощущали люди? Без хиджаба в Австрии теперь запрещено закрывать лицо. Как будут наказывать нарушителей? Барселона требует развода. Мадрид, разумеется, против. Отвечает жестко. Дубинками, пулями и тысячами силовиков, которых испанские власти направили в мятежный регион. Сегодняшний референдум в Каталонии смело можно называть кровавым. По данным каталонского правительства, пострадали около 400 человек. В Мадриде сообщают о десятках раненых полицейских. Все подробности в материале Алексея Пшемыцкого. Все начиналось мирно. С самого утра десятки тысяч каталонцев пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать. Возле многих участков выстроились вот такие очереди, которые растянулись на сотни метров. Люди хлопают, выражая свое желание проголосовать. Многие стоят здесь еще с пяти утра. Однако сразу же после открытия в девять утра ко многим школам, где голосуют люди, подтянулись отряды национальной полиции Испании, которая направила сюда Мадрид. Против безоружных людей в ход пошли резиновые дубинки и пули. Правоохранители пытались прорваться внутрь участков для голосования, чтобы забрать урны. Ведь референдум официально признан незаконным. Жители города их не пускали. Многих били прямо по голове. Пострадавших бросали на асфальт. Наиболее серьезные стычки произошли возле университета Рамон Лул в Барселоне. Здесь применили слезоточивый газ и резиновые пули. Многие люди в крови. У них разбиты головы. Некоторых забрали в больницы. Хуан был в первых рядах. Мы просто сидели у входа в избирательный участок с другими людьми. Я не один такой, посмотрите. Пострадавших сотни тысячи. Они били нас дубинками и стреляли. Это от резиновой пули. Правительство Испании, они просто хотят вернуть диктатуру. Я только хотел проголосовать. Они готовы лишить 10 миллионов человек. Их прав. Тех, кто забаррикадировался внутри избирательных участков, выталкивали силой. Некоторых просто бросали вниз по лестнице. В Жироне полиция разбила окна на одном из крупных участков. Ворвавшись внутрь, правоохранители в Булаклавах силой отбирали урны для голосования. После этого на многих участках люди начали сооружать баррикады. Техническая школа Барселоны, самый большой избирательный участок в городе. Зайти сюда полиции не удалось. Люди закрыли металлические ворота и соорудили вот такие баррикады. Из мешков с цементом и бетонным... Это остановило правоохранителей. По данным каталонских властей, от действий испанской полиции пострадали 350 человек. И эти цифры растут. Многие в больницах. Глава региона Карлос Пучдемонт осудил такую жестокость полиции и призвал правительство страны к немедленной отставке. Неоправданная жестокость полиции, действовавшая по приказу испанских властей против мирных людей, защищавших свое право проголосовать. Это позор для Испании. Мы никогда не забудем этого. Сегодня Испания потеряла каталонцев. Мы победим. А вот официальный Мадрид обвинил в стычках руководства Каталонии. Первый заместитель главы испанского правительства Мария Сарая Саенс оправдала действия полицейских, заявив, что люди грубо нарушили закон. В правительстве заявили, что в результате столкновений пострадали также и 11 правоохранителей. Полиция действовала в рамках закона и правосудия. Правоохранители вели себя профессионально. Их целью были бюллетени и урны, а не люди. Полицейские пытались защитить свободу и права людей. Накануне тысячи противников независимости Каталонии вышли на улицы Мадрида. Люди скандировали, Испания едина, нет сепаратизму. Небольшая группа демонстрантов с испанскими флагами сегодня прошла и по центру Барселоны в сопровождении вооруженных полицейских. Каталония – это Испания. Я каталонка и я испанка. Я против независимости. Я за единую страну. Мы испанцы. Несмотря на действия испанской полиции и запрет проводить референдум со стороны Мадрида, в руководстве Каталонии заявили, 73% избирательных участков продолжили работу и люди смогли проголосовать. Не исключено, что участки будут работать сегодня до самой ночи, ведь возле них до сих пор огромные очереди. Из Барселоны Алексей Пшемызкий, Владимир Дедов. Подробности – телеканал «Интер». И прямо в эти минуты в центре Барселоны каталонцы вышли на митинг. Там же находится мой коллега Алексей Пшемызкий. Он с нами на связи. Леша, здравствуй. Просто расскажи о том, что ты видишь в эти минуты вокруг. Наталья, добрый вечер. Скажу, что сейчас на площади Каталонии, в центре Барселоны, как вы видите, собрались несколько тысяч человек. Это сторонники референдума и сторонники независимости региона. Сейчас здесь достаточно спокойно. Люди слушают выпуск последних новостей. Скажу, что буквально за пару минут до нашего прямого включения сюда, в центр площади, вышла небольшая группа людей с маргами Испании, которые кричали «нет независимости». Их очень быстро окружили, начали кричать. Но полиция оперативно не жала, и провокаторов вывели. А скажу, что несмотря на такие очень горячие события сегодняшнего дня, как в Барселоне, так и во всем регионе, вот последние несколько часов здесь, в городе, достаточно спокойно, по крайней мере, в центре избирательные участки, которые вот там только что удалось обойти, работают, и полицейских там не видно вообще. На участках остается еще очень много людей, и, скорее всего, они не закроются в 8 часов, поскольку многие до сих пор не успели проголосовать. Отмечу, что по последним данным руководства Каталонии, число пострадавших выросло до 465 человек. А это пострадавшие от действий полиции. Напомню, что ранее правоохранители заявили и об 11 пострадавших с их стороны. Скажи, что, ну вот до сих пор, пока что, несмотря на такие интенсивные события, и не прозвучала реакция официального Мадрида, кроме заместителя председателя правительства, ни премьер-министр, ни другие руководители страны пока что никак не прокомментировали происходящее. Скажу, что сегодня здесь, на площади, ждут руководство региона. Конечно же, все ожидают услышать, каковы же результаты голосования. Но очень большой вопрос, как будут подсчитывать голоса, ведь еще со вчера полиция заблокировала главный информационный центр, куда должны были отправлять результаты. Ну и скажу напоследок, что, как заявили в руководстве Каталонии, если большинство проголосовало за независимость, то Каталония отделится от Испании в течение 48 часов. Ну и, конечно, учитывая то, что мы видели происходящее сегодня здесь, очень сложно представить, что же произойдет, если регион таки объявит свою независимость и как события будут развиваться дальше. Мы пока что остаемся здесь. Если появятся первые цифры результатов, мы обязательно сообщим их еще до конца выпуска. Наталья. Спасибо, Леша. Мы будем ждать. Алексей Пшемызский был с нами на связи из центра Барселоны, где каталонцы пытаются провести референдум о независимости, я лишь подчеркну, что уже пострадали 465 человек на эту минуту. Трое украинцев, которые погибли в результате авиакатастрофы в Конго, были летчиками. Они работали по контракту. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского миротворческого контингента в этой стране Виктор Ануфриев. Самолет Ан-12 Минобороны Конго разбился накануне. На борту находились 12 человек, никто не выжил. По предварительным данным, борт загорелся в воздухе после взлета из аэропорта в столице Киншазе. Главная версия причины этой аварии – техническая неисправность. В зоне АТО почти тишина. Сегодня на Луганском и Донецком направлениях с начала суток ни одной провокации. На Мариупольском боевике открывали огонь три раза, и во всех случаях украинская армия стреляла в ответ. В последнее время на линии соприкосновения усилилось противостояние снайперов. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Проверяю, прочищаю, чтобы тогда во время боя не было досадных недоразумений. Орудие должно быть чисто. Это, во-первых, и безопасность и твоя, и товарищи. Инструктор с нежностью говорит о своем гранатомете. Не раз он во время плотных обстрелов со стороны боевиков успокаивал противника. В последнее время чистят его все больше от пыли, применять не приходится. Военные действия перешли в фазу, когда на линии фронта наши военные то и дело укрываются от снайперов противника. У них сейчас появились новые гранатометы натовского уровня 7,62 на гильзе 51 мм. То есть это более точная, более сбалансирована куля. Снайперы работают, я так заметил, я тут уже давно. Они работают больше как с прикрытием кулеметов. То есть я работаю кулемет чергою, а снайперы как бы работают под шумок. Стреляют парами, говорит боец. Огонь ведут перекрестной, а недавно прибыло подкрепление. По данным знаем, что заехали девочки-снайпера. Наверное, биатлонистки больше всего. Боевики в это время интенсивно роют траншеи. Интенсивно зарываются, роются, причем роются очень капитально. В нашу сторону роются. Со стороны Донецкого аэропорта, у них впереди есть посадка, есть позиции. Вот они туда прорыли траншею, где-то за 4 дня, вручную. Такое чувство, что они днем и ночью роются. Напряженной остается ситуация на окраинах западной части захваченного Донецка. Со стороны аэропорта и Синоватской развязки, боевики регулярно обстреливают позиции армейцев из гранатометов. Под шумок бьют и одиночными минами. Возможно, идет утилизация старых боеприпасов. Потому что многие прилетают кучно, падают сюда, создание скелет. И многие не разрываются. Может быть, они утилизируют. Это намного дешевле по нам стрелять, чем заниматься этим. Ирина Багна, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. В Днепре сотрудники СБУ задержали при получении взятки чиновника горсовета. Главный специалист земельного управления требовал от местного жителя 25 тысяч гривен за оформление участка и регистрацию жилого дома. Правоохранители взяли чиновника с поличным. Первую часть денег, 10 тысяч гривен, он получил во время встречи в одном из спальных районов Днепра. Оперативники выяснили, что деньги с местных жителей он брал систематически. Теперь чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы. А вот двое патрульных из того же Днепра могут получить по 8 лет тюрьмы. Они нашли кабель, который кто-то украл на заводе медоборудования, но вместо того, чтобы передать его следователям, находку продали. Заработали на этом 380 тысяч гривен. Областная прокуратура сообщает, что обоим объявили о подозрении. Командир роты арестован, а вот инспектор успел уволиться и избежать. И вот сейчас его разыскивают. В первое воскресенье октября в Украине отмечают День учителя. Президент и профильный министр поздравили работников образования с этим праздником. Премьер-министр также присоединился к этим поздравлениям. На своей странице в Фейсбуке Гройсман разместил видео, посвященное этому дню. А в поздравлении вспомнил свою школу, своих учителей и пожелал педагогам сил, мира и добра. Актуальная тема к празднику. Склад вместо мастерской, коридор вместо столовой. В Черновицкой области вот уже полгода дети учатся в аварийной школе. И это при том, что рядом строится трехэтажное современное учебное заведение. Что стопорит это строительство и когда дети наконец сядут за парты в новой школе, выясняли мои коллеги. Вот уже полгода школа в селе Ярданешты аварийная. В начале марта столетнее здание стало рушиться просто на глазах. Вместе со снегом таялись стены. Теперь здесь метровые дыры. Директор школы показывает класс, где когда-то учились второклассники. С этого кабинета и началось разрушение. Теперь здесь склад со школьными принадлежностями. Ученикам сюда даже входить нельзя. Мы приехали, вот на день открыли и сразу это все так, как есть. Трещина, она за низ, за день, ну, конечно, налякалась. Даже не знали, мы перешли там и в юдальню, там побачили, что тоже пришли трещины. Трещинами покрылась почти вся школа. Чтобы дети могли учиться, под класс переоборудовали учительскую. Педагоги теперь тесняться в маленьком кабинете информатики. В таких условиях говорить о качественном обучении нельзя. У нас нет умов для проведения уроков информатики, трудового, навчания и физкультуры. У нас нет умов, нет актовых зала. Если холодно на улице, холодно очень и в помещениях, мы вымешаны скорочевать уроки. Они каждый день рискуют своей жизнью, находясь в аварийной школе. Деваться и ученикам, и учителям некуда. Новое учебное заведение, которое, к слову, вот уже пятый год строят неподалеку, все не могут закончить. Обещали, новоселье будет 1 сентября. Потом перенесли на октябрь. Теперь еще на месяц. Работы активно ведутся. Планували до 1 жовтня сдать, но не встагает подрядчик. То есть, деньги сегодня на рахунку есть. А вот подрядчик убеждает, если бы не бюрократическая волокита, школу давно бы закончили. Уже пора думать то, что не давать гроши в вереснюю, в жовтнюю, в руднюю, в листопаде. А дать гроши в березнюю, в квитнюю, в травнюю, когда тепло на дворе. Школу можно было сдать еще 2 года назад. Новую трехэтажную школу строят в соответствии с последними требованиями образовательного процесса. Просторные классы, вентиляция и никаких панелей. В том, что дети все-таки будут здесь учиться, верят и родители. Однако долго ждать тоже не готовы. Если не будет холодно, а если будет холодно, мы будем детей держать дома. Все родители так сказали. За 2-3 недели, если нужно, и за месяц мы будем держать детей дома. Пока не будет готова новая школа. И чтобы ускорить процесс, родители готовы сами достроить школу. Ждут только команды. Ольга Теребинская, Ольга Поломарюк, Игорь Игорь Игорь. Подробности телеканал Интер Черновцы. Украинские студенты, которые учатся в лучших бизнес-вузах США, в эти дни собрались в Чикаго, чтобы познакомиться с теми, кто уже достиг невероятных результатов. Как одна идея способна заработать миллионы, расскажет Дмитрий Анопченко. Город Аль-Капоне, где в 20-е годы прошлого века больше тысячи банд было. Город Ветров, прозванный так из-за погоды. Чикаго сегодня не просто популярный среди туристов мегаполис. Это второй по значимости финансовый центр Америки. Город тех, кто достиг успеха. И секретами его достижения они бы эти выходные делились с теми, кто пока только учится управлению праву и бизнесу. Саша студент бизнес-школы МТА, Массачусетского технологического. В прошлом году из Украины приняли только его одного. В этом из всей Восточной Европы вообще ни одного человека. После Майдана, когда в правительстве нужна была свежая кровь, он год волонтерил в Минтрансе, помогал менять систему. Сейчас понял, что нужно еще одно образование. Если у тебя есть желание работать, ты можешь пойти в любую госструктуру. У меня есть американское образование, я хочу работать, помогать, делать реформы. В Америке не так. Когда ты возвращаешься в Украину, я думаю, что ты можешь много чего достичь. Кончив вузы в Штатах, все они должны будут вернуться в Украину, работать во благо страны. Таковы условия СИД-гранта по программе, основанной Конгрессом США для системных перемен в Украине. Обучение каждого из украинцев до 120 тысяч долларов стоит. Но организаторы программы, а в их активе и бизнес-реформы, и помощь в создании системы честных тендеров Прозора, именно этим проектом гордятся больше всего. Все разговоры о том, что вернувшись в Украину, они не смогут изменить систему, что, мол, американские знания так и останутся невостребованными, полная ерунда. Это, пожалуй, главное, о чем разными словами говорили люди, на встречу с которыми по всей Америке и собрали наших студентов. От представителя Украины в МВФ до топ-менеджера Майкрософта, убежденной в Украине куда больше шансов. Мол, будет непросто, но ты сможешь взять на себя столько ответственности, сколько сам захочешь. А вот человек, личный пример которого самая лучшая мотивация вернуться. Об истории Дениса Жаданова теперь уже в американских бизнес-вузах рассказывают, как несколько одесситов смогли создать стартап, который теперь превратился в компанию с миллионными оборотами, а ее программы в каждом третьем айфоне. В отличие от участников грантовой программы, чтобы получить свое западное образование, Денису когда-то пришлось одалживать деньги у родных и машину продать. После этого я решил, что нужно возвращаться, потому что уже была компания, когда у нас был маленький стартап. Столько вышел айфон, Стив Джобс его анонсировал. И в этот же как раз момент мы искали, что делать, какую-то большую идею. И мы подумали, окей, классный телефон, давайте что-то для него сделаем, попробуем, что-то посмотрим, как это получится. И так случилось, что мы попали в самую струю в развитие всех технологий, приложений, апсторов. Уже завтра они опять разъедутся по Америке. Учеба, лекции, экзамены. Два десятка украинцев, на которых так надеются в Штатах и которых ждут дома. Из Чикаго Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Новый способ борьбы с вирусом. Детей без прививок против кори теперь не будут пускать в учебные заведения. Пока запрет охватывает три области. Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Одесскую. Идея принадлежит Минздраву и Министерству образования. Своё решение здесь объясняют желанием остановить распространение вируса, поскольку эти три региона лидеры по количеству заболевших. А всего по стране зарегистрировано более полутора тысяч случаев. Напомню, ранее родители могли решать, вакцинировать ли ребёнка. Корреспонденты подробностей уже разбираются в ситуации. В ближайшие дни мы подготовим обязательно материал по этой теме. В Украине резко увеличилось количество случаев отравления грибами. В больницу попадают целыми семьями. В Прикарпатии пострадали уже более 30 человек, и цифра продолжает расти. Такой вспышки, говорят медики в Ивано-Франковской области, не было уже много лет. Все подробности в материале. Веру Ивановну грибным обедом угостили её племянники Виталий и Руслан. Ребята приехали к ней погостить на несколько дней. Сыроежки из леса принёс один из парней. Опытный грибник, рассказывает женщина. Но ночью всем стало плохо. Я поела трошки грибов. Отчула один гриб, такой трошки присмах гиркувати. У знаков не было никаких. А в четвертой ночи началось, очень хотелось пить. Тогда началась тушнота. Хуже всего чувствовали себя Руслан и его жена. Их уже утром доставили в больницу. У обоих диагностировали отравление бледной поганкой. А вот Вера Ивановна с Виталием за помощью решили обратиться только день спустя. Сегодня оба в тяжёлом состоянии. Двое в тяжёлом состоянии. Это отруянное бледной поганкой, когда яд урожает печеньку, нирки, шлунково-кишковый тракт. Клиника этого заболевания имеет какие-то особенности. Отруянное проявляется через 6-8 часов от момента выживания грибов. От бледной поганки противоядия нет, предупреждают врачи. За последнюю неделю с таким диагнозом в областную больницу попали сразу три семьи. А всего в Прикарпатии с грибным отравлением в больницах более трёх десятков человек. И это рекордное количество, уверяют сотрудники Санэпидемнадзора. В прошлом году таких случаев было всего пять. По мнению экспертов, это связано прежде всего с небывалым урожаем грибов и неосторожностью людей. Эксперты советуют, если есть малейшее сомнение, в качестве грибов лучше их вовсе не брать. А если уж рискнули, то перед употреблением в пищу их нужно тщательно обработать. Александр Васильченко, Жанна Адучак, Зиновий Автоназ, телеканал Интер, Ивано-Франковск. А жители Львовской области накануне ночью напугали подземные толчки. А в одном из курортных городов региона даже пропал свет. Многие пользователи соцсетей писали о землетрясении. Что же произошло на самом деле, узнаем от Галины Якушко. Накануне ночью в селе Модричи, неподалеку от курортного Трусковца, люди почувствовали подземные толчки и изрядно испугались. Первая мысль – землетрясение. Но, как оказалось, произошел масштабный обвал карстовой породы недалеко от Трусковца. Образовалась огромная яма диаметром 300 метров и глубиной около 30. В яму рухнули сразу две опоры, высоковольтные линии электропередачи. Одну из них отключили, вторую удалось сберечь и перенаправить электричество. Света не было полчаса, так что никаких неудобств жители Трусковца не ощутили. Тут дрит, если вам видно, это высоковольтная линия. Высоковольтная линия, которая упала. Тут просто опорный столб упал. И тут проваля. Внизу проваля, мы сейчас пройдем ближе. Вот это все было еще недавно ревно, а там внизу столб. Но впечатления такие, как в каком-то фильме апокалиптическом. Трусковец славится своими минеральными лечебными источниками. Здесь их 14. Люди с проблемами пищеварительной системы приезжают сюда, чтобы подлечиться. Ни один из источников не пострадал. Эксперты утверждают, обвал породы был прогнозированным. На территории района расположено несколько шахт, в которых еще во времена Союза добывали соль. Рухнули, перекрытие одно из них. А вот мэр Трусковца Андрей Кульчинский всерьез рассчитывает на новых туристов. На своей страничке в фейсбуке он написал, на месте обвала со временем может появиться мертвое море. Однако никаких подтверждений этой информации найти не удалось. Галина Икошка, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львовская область. Два человека погибли в результате нападения во французском Марселе. Неизвестный с ножом атаковал прохожих на вокзале Сен-Шарль. По словам очевидцев, он выкрикивал Аллах Акбар. Полиция застрелила злоумышленника. Сейчас район оцеплен и дело это расследует как террористический акт. Я доставал свой билет, когда услышал, что возле вокзала кричат женщины. Люди бежали, но я не понял, что происходит. На расстоянии я видел, как люди бегут к вокзалу и заходят внутрь. Полицейские разбежались по углам с оружием на готове. Нас вывели из поезда и завели на безопасную платформу. Оттуда эвакуировали к выходу. Затем полицейские установили периметры безопасности. Еще один теракт произошел накануне в канадском Эдмонтоне. Пять человек пострадали, в том числе полицейский. Мужчина на автомобиле сбил офицера, потом нанес ему несколько ножевых ранений и скрылся. Засекли преступника в другой части города за рулем грузовика. Во время погони он умышленно таранил пешеходов. Когда водителя задержали, в машине нашли флаг исламского государства. Из сегодняшнего дня в Австрии никабы и бурки вне закона. Это традиционные мусульманские платки. В общественных местах запретили носить головные уборы, скрывающие лицо. За нарушение нового правила придется заплатить 150 евро. Под запрет попали также медицинские, клоунские маски, балаклавы и респираторы. Последние можно носить только по рекомендации врача. Испанская Барселона и канарская Лас-Пальма сегодня играли на пустом стадионе в Барселоне. Болельщиков не пустили на Камп Ноу из-за референдума о независимости Каталонии. Ранее руководство Барселоны просило Федерацию футбола Испании перенести матч седьмого тура чемпионата страны из-за происходящего в городе. Но там отказались, боясь потерять очки. Команды решили сыграть сегодня, но без поддержки фанатов на трибунах. Барселона разгромила Лас-Пальмас со счетом 3-0. Мэрлин Мэнсон ранен на концерте. В Канаде аварийно сел самый большой пассажирский лайнер в мире. А в Нью-Йорке взорвали мост. Об этом не только в нашем обзоре. Жених и жених. В Германии зарегистрировали первый однополый брак. Сегодня в стране вступил в силу закон о браке для всех. Свадебная церемония прошла в ратуши берлинского района Шеннеберг. В присутствии ста друзей и родственников свидетельство получили двое мужчин. 60-летний Бадо Мэнде и 59-летний Карл Крайль прожили вместе 38 лет. На Мэрлина Мэнсона обрушилась декорация во время выступления в Нью-Йорке. Певец исполнял композицию Sweet Dream. Поднимаясь на конструкциях в виде двух гигантских пистолетов, и вдруг она рухнула. Насколько серьезно травмирован исполнитель, пока неизвестно, но концерт пришлось прервать. Сейчас у Мэнсона всемирное турне в поддержку 10-го студийного альбома, выход которого запланирован на 6 октября. В Нью-Йорке взорвали мост Тадеуша-Костюшка. Путепровод, соединяющий Бруклин и Квинкс, открыли 78 лет назад и назвали в честь национального героя Польши и участника войны за независимость США. К 2020 году на этом месте построят новый мост. По словам губернатора штата Нью-Йорк, историческое название сохранят. У французского авиалайнера отказал двигатель во время полета. Самолет, направлявшийся из Парижа в Лос-Анджелес, был вынужден совершить аварийную посадку в Канаде. Пассажиры слышали, как от одного из четырех двигателей отвалились детали. Речь идет о самом большом в мире пассажирском самолете, двухпалубном Аэробус А380. На его борту было 520 человек, никто не пострадал. Дизайнер Вивьен Вествуд представила невероятные образы на неделе моды в Париже. Модели вышли на подиум с необычным макияжем. В своей летней коллекции Вествуд использовала необычные текстуры, насыщенно оранжевого и желтого цветов. Кроме того, дополнила новую коллекцию яркими деталями, обувью, объемными аксессуарами, а также разнообразными головными уборами. Филиппинский священник благословил собак и питона. Необычный обряд прошел в зоопарке столицы Филиппин Манилы. Здесь традиционно молятся за питомцев накануне Всемирного дня защиты животных. Подобными акциями владельцы пытаются привлечь внимание к проблемам братьев наших меньших. Голодные и опасные. Это енотах в Черновицкой области. В небольшом городке Староженец они разгромили продуктовый магазин. Двух хищников хозяйка гастронома застала утром на месте преступления. В помещении был полный хаос, разбросаны объедки продуктов, упаковки, даже бутылки спиртного. Добровольно еноты уходить не собирались, поэтому женщина попыталась выгнать их веником, за что была поцарапана. В магазину нанесен ущерб почти на 50 тысяч гривен. Хозяйка лавки считает, что зверки сбежали из Шапито неподалеку, а вот директор цирка утверждает, что все его питомцы на месте. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин